Здравствуйте! Последние новости на ННТ в студии Махач Курбанов. Коротко о главном. Реконструкцию 32 дворов проведут в Махачкале. Работа по благоустройству уже начата. Курбан-Байрам будут праздновать 12 августа, день объявлен выходным. Как подготовиться к священному празднику в месяц Зульхиджа, расскажут наши корреспонденты. Лучшие в конном спорте. Дагестанские школьники – победители Всероссийской Олимпиады, которая проходила в Москве. В Махачкале ведется реконструкция 32 дворов из 6 городских территорий. Все это в рамках партийного проекта «Городская среда». Так проводится замена асфальтобетонного покрытия, установка осветительных приборов, скамеек и урн для мусора и игровых площадок. Ход ремонтных работ контролируют специалисты столичного УЖКХ. К примеру, в Ленинском районе Махачкалы капитальный ремонт проведут в 13 дворах. В трех из них уже активными темпами ведется благоустройство. Все ремонтные работы будут завершены до конца ноября текущего года. Традиционно в период летних каникул сотрудники республиканской полиции осуществляют проверки оздоровительных лагерей и проводят обучащие занятия с детьми. Так, накануне сотрудники полиции и главный детский врач республики Башир Махачев проверили, как отдыхается школьникам лагерей Кардуахкенского района. Делегация проверила качество питания и медицинской помощи. Они осмотрели места проживания и отдыха детей, пообщались с руководством и самими ребятами. Особое внимание было уделено наличию необходимых медикаментов и условиям их хранения. Башир Махачев напомнил врачам об ответственности за детей, пребывающих в лагерях. Сильные дожди, ветер и град ожидаются в Дагестане. Штормовое предупреждение объявило МЧС Дагестаном. Так, 2 и 3 августа в некоторых районах ветер усилится до 20-23 метров в секунду. Кроме того, на малых реках в горных районах возможен подъем воды до неблагоприятных отметок. Исход селий малого объема. Жители Дагестана ждет выходной на Курбан-Байрам. Мусульмане отметят свой главный праздник 12 августа, который в республике объявлен выходным. Об этом сообщил министр по национальной политике и делам религии республики Энрик Муслимов. В этом году на местах жертвоприношения будут дежурить волонтеры, которые помогут людям при убое скота, а также при раздаче и сборе мяса для малоимущих. Кроме того, на каждом посту ГИБДД будут дежурить представители ветеринарной службы республики для проверки скота на наличие ветеринарной справки. Курбан-Байрам через 10 дней. А это значит, что настал месяц Зульхиджа. Один из высокочтимых месяцев у мусульман. Особенно ценными являются его первые 10 дней. Как стоит их провести и каким образом подготовиться ко дню Арафа, расскажет Хадиж Курбанова. Один из самых благословенных периодов – первые 10 дней месяца Зульхиджа. Все это время, как и весь месяц, мусульманину следует провести в особом поклонении. В этот период паломники совершают хадж. Но и те, кому не предоставилось возможным посетить святые земли, могут получить немалое вознаграждение от Всевышнего, исполняя определенные заветы. Месяц Зульхиджа – это один из четырех запретных месяцев. И месяц, который является последним месяцем в мусульманском году, и в котором мусульмане со всего мира делают намерение отправиться в хадж, в паломничество, в святые земли Мекки и Медины. Те люди, которым не предоставилось возможность посетить святые места, они также могут, конечно же, провести этот месяц, и особенно первые 10 дней месяца Зульхиджа, в поклонении, и получить для себя вознаграждение у Всевышнего. Значит, одним из первых – это соблюдение поста. Сунный пророк, алейхи саляту вассалям, является соблюдением поста. Один из священных дней наступившего месяца – День Арафа, девятое число месяца Зульхиджа, День Большого Хаджа, прощения грехов и освобождения от огня. В хадисах сказано, что вознаграждение за пост в Арафа равно вознаграждению за пост в течение двух лет. В хадисе пророка Мухаммада, алейхи саляту вассалям, говорится, что тот, кто соблюдает пост в День Арафа, ему смоются грехи за два года, то есть за предыдущие и за последующие. И есть очень много достоинств, которые ученые рассказывают и приводят относительно этого Дня Арафа. Также желательным действием в этот месяц, и особенно первые 10 дней месяца Зульхиджа, является проводить их поклонение, поминание Всевышнего, особенно в чтении таквира. То есть Аллаху Акбар – это вот, будь то на улице, будь то на работе, будь то дома. Завершаются благословенные дни праздником Курбам-Байрам. Пророк мир ему сказал, «Самый великий день – День жертвоприношения». Это один из главных праздников мусульман мира, и, как правило, его проводят по всем установленным религии-канонам. Всевышний одаривает своих любимых рабов особыми днями, дабы они могли увеличить свои благие деяния. Соблюдение всех этих предписаний позволит отдалиться от греховного и стать ближе к Господу. Хадижа Курбанова, Муса Салгиреев, телеканал ННТ, Махачкала. Дагестанские школьники вернулись с победы из Москвы. Там завершилась Всероссийская олимпиада по конному спорту. Она проводится среди детей с особенностями интеллектуального развития. Воспитанники школы «Джигит» Арсен Гасанов и Амир Магомедов привезли в республику четыре медали – одну золотую, одну серебряную и две бронзовых. О том, как юные наездники достигли успеха и какую роль сыграл в их жизни конный спорт – в сюжете по тематам Ханаповой. Эти юные всадники ничем не отличаются от своих коллег, как профессиональные спортсмены, а порой и старательные. Они упорно выполняют все упражнения и находят нужный контакт с лошадьми. Подтверждение тому – победа на соревнованиях. Два года еду, и я и был уже привык. Амир – один из призеров Олимпиады. Чтобы добиться таких результатов, он каждый день приезжал на тренировки с мамой из Буйнакска. Родные его признаются. Тогда и подумать не могли, что Амир будет участвовать в соревнованиях. И вот теперь уже упорно готовится выступать на следующих. У мальчика были проблемы, ну, с колес был, плоскостопие и задержка развития. Мы стали ходить, у нас ушел с колес, мы вылечили с колес. Он у меня стал ходить уверенно. И улучшились проблемы с речью. Мы теперь научились читать уверенно и писать. Появился интерес по всему. Лошади для этих детей не просто развлечение. Они выполняют функцию врачей. Лечат ребят от таких болезней, как ДЦП, сколиоз и аутизм. Школа Джиги – это единственная в республике, где профессионально занимаются ипотерапией. И при этом бесплатно. Таких школ очень мало. И мне очень приятно, что благодаря нашей работе, нашему труду стало такое возможным. На сегодняшний день, за 2019 год, около 100 детей получат курс реабилитации бесплатно. О лечебных свойствах ипотерапии писал еще Гиппократ. А сейчас медики подтверждают. Контакт с лошадьми способствует выздоровлению больного. Ведь верховая езда дает нагрузку почти на все мышцы тела. Развивают координацию и улучшают психологическое состояние. Особое внимание нужно уделить снаряжению, поскольку от ее правильности и надежности зависит здоровье и жизнь человека и самой лошади. Поэтому любой всадник должен уметь правильно оседлать лошадь. Ну что же, лошадь готова. Давайте попробуем сесть верхом. В самом начале нужно закинуть назад повод через голову лошади. Садиться нужно обязательно через левую сторону. Закидываем ногу правую сюда. И, в общем, все. Для этих детей оседлать лошадь и сесть на нее верхом – самая легкая. А вот уже после идет борьба с собой. В ход идут палки, гимнастические упражнения. Верховой ездой можно заниматься с юных лет. Важно только тщательно подобрать лошади, правильно ее подготовить. Валет. Здесь он самый востребованный. Как среди тренеров, так и среди школьников. Это жеребец чистокровной английской породы. Отличается он своим хорошим нравом, быстротой и благородностью. Аминат Шамсудинова вот уже четвертый год тренирует людей с задержкой развития. За это время она успела помочь более ста особенным детям. Привели ее в эту нишу личные обстоятельства. Меня привела в эту деятельность личные обстоятельства. У меня ребенок с особенностями развития. И когда мы искали пути реабилитации и помощи, мы попали в Москву, в реабилитационный центр, где моя дочь также получала ипотерапию. Я видела результат, я видела реакцию ребенка, я видела, как это ей помогло. И пришла идея того, что это должно быть здесь, у нас, в стране гор, где есть все возможности. Конно-спортивная школа «Джигит» в прошлом году была переведена на баланс государства. Это позволило бесплатно проводить сеансы для особенных детей. Так, в этом году квоту на курсы по ипотерапии получили около 100 желающих. Патимат Ханапова, Мусас Алгиреев, новости ННТ, Махачкала. Дагестанский специалист возглавил сборную России по карате. Исламуддин Ильдарушев будет готовить национальную команду к Олимпиаде в Токио. На посту руководителя сборной он сменил своего первого наставника Амара Муртазалиева, который решением президиума Федерации карате был отправлен в отставку. Причина – неудовлетворительные результаты каратистов на международной арене. Ильдарушев – победитель и многократный призер чемпионатов мира, обладатель черного пояса. Напомним, что турнир по карате будет проводиться на Олимпиаде впервые. На этом у нас все. Оставайтесь с нами. Всего хорошего. Приятных выходных. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»